Сегодня в Чебоксарах открылась межрегиональная книжная выставка-форум «Радость слова». Уже пять лет этот просветительский проект издательского совета Русской Православной Церкви проходит как в России, так и за рубежом. Красную ленточку перерезали два митрополита – Чебоксарский и Чувашский Варнава, и Калужский и Боровский Климент. На стендах представлены лучшие работы 30 православных издательств России и Белоруссии. Духовная просветительская литература, прекрасно изданные детские книги. Возможности приобщиться к этим духовным богатствам Чувашия обязана председателю издательского совета Русской Православной Церкви. Сотни книг представлены, и это совсем новые книги. И богословские, и катехизаторские, и художественная литература, но художественная литература, которую приводит Бог, которая заставляет задуматься о жизни и обратиться именно к своему внутреннему состоянию. Владыка Климент приурочил выставку ко Дню Ангела и 85-летию Чебоксарского архиерея, которого он называет своим духовным отцом. Она стала знаковым событием для митрополита Варнавы, трепетно относящегося к книгам. Книги не надо забывать. Это наша пища все время, все века. Духовная пища была книг, и читали, и получали утешение, и благодать от книг. В рамках выставки состоялась презентация книги Николая Лобастова о русской литературе и записке сельского учителя. Ее автор – педагог и издатель православной газеты, эксперт Общественной палаты России по вопросам преподавания литературы. В своем труде он утверждает, русскую классику с позиции атеизма анализировать нельзя. Читатели Центральной городской библиотеки встретились с Владимиром Крупиным, известным русским писателем, публицистом, первым лауреатом Патриаршей литературной премии. Православие стало основной темой его творчества последних десятилетий. Книги Владимира Крупина проникнуты истинно христианским чувством, упованием на то, что спасение России именно в православной вере. У меня не было никакой проблемы в приходе к Боскву. Я от него и не уходил. То есть, если мы от него уходили, то он-то от нас не отходил. Он нас жалел как неразумных. Вразумлял. И вот, слава Богу, мы живы. Выставка «Радость. Слово» продлится до 27 июня. В эти дни в Национальной библиотеке можно будет не только полистать и приобрести книги, но и посмотреть православные фильмы, в том числе и детские. В субботу, в 2 часа дня, состоится встреча с писателем Виктором Николаевым, ветераном Афганистана, прошедшим через многие горячие точки. Его книги о том, как православная вера становится опорой в самых трудных жизненных ситуациях. Зинаида Паршагина, Виктор Степанов, Вести, Чувашия.